Европейская страна Сердечно-сосудистые заболевания продолжают быть ведущими смертью в мире. В Румынии каждый день 40 человек умирают в результате инфаркта, в условиях, в которых двое из трех румын страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Профилактика остается главным способом для сокращения последствий этих болезней. Европейский парламент недавно обсудил этот вопрос в Брюсселе ввиду изыскания решения для лучшей диагностики и менеджмента для пациентов, которые пережили инфаркт или инсульт. В дебатах приняли участие члены Европейского парламента, врачи, пациенты и представители учреждений и организаций в области здравоохранения из Европы. Посредством усилий, приложенных Румынским обществом кардиологии и Национальным форумом профилактики в последние годы мы сделали значительные шаги в сторону отказа от курения и ставим целью продолжать развивать программы, которые имели бы в виду и другие значительные факторы риска, такие как высокий уровень холестерина, повышенное артериальное давление или сидячий образ жизни, заявил в рамках дебатов профессор Дан Гайца, Национальный координатор профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Со своей стороны член Европейского парламента Павел Фок призвал национальные и европейские власти принять необходимые меры для предоставления пациентам медицинского обслуживания, которым они нуждаются. Так необходимо улучшение стратегии диагностики пациентов с повышенным риском, но и соответствующая поддержка доступа к лечению в каждой стране члене АЭС для пациентов, переживших инфаркт или инсульт. Кроме того, требуется финансирование программ здравоохранения ввиду оценки прогресса и обмена опытом в том, что касается наилучших практик, применяемых в странах АЭС. Каждый год в результате сердечно-сосудистых заболеваний умирают миллион восемьсот тысяч человек в Европейском Союзе. Это примерно сорок процентов общего числа смертей на уровне АЭС. Стоимость этого для европейских систем здравоохранения составляет примерно сто одиннадцать миллиардов евро. Прямых расходов, происходящие снижение производительности и неформального ухода. Это давление национальной системы здравоохранения является эквивалентом примерно двухсот восемнадцати евро на человека в год. В эфире «Интерадио Румыния» продолжаем передачу на русском языке из Бухареста. В следующие минуты мы предлагаем вашему вниманию «Интерадио Румыния» Румыния является одной из последних стран Европейского Союза, которые все еще позволяют охоту на жабаренков. Охота на эту птицу все еще разрешена в настоящее время лишь в шести странах АЭС. Министерство воды и лесов одобрило для охотничьего сезона этого года стреляние примерно четырехсот сорока тысяч жабаренков. Экологи не согласны с этим решением и призывают власти включить жабаренков в список охраняемых законом животных. За лишь несколько дней петиция была подписана десятью тысячами румынков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова О.Егорова